Дорогие друзья, добрый день! Мне особенно приятно встретиться с вами после всемирных игр Международной спортивной федерации Айваз. Ну, чего говорить, вы опять всех удивили и потрясли своими результатами. Как сказал министр спорта, как-то вы поступили с вашими соперниками негостеприимно. Эти игры впервые проходят в России на площадках в Сочи, в городе, где прошли Олимпийские и Паралимпийские игры, и который, безусловно, стал символом наших побед. Более 500 спортсменов из 34 стран боролись за первенство в лёгкой атлетике, плавании, в настольном теннисе, в стрельбе из лука, в армспорте и в пара-тайквондо. Хороший набор, такой интересный. Жаль, что мне не удалось ничего посмотреть, но надеюсь, что ещё представится такая возможность. Там и многочисленной стала наша команда, 196 спортсменов из 48 регионов Российской Федерации. Кстати говоря, хочу воспользоваться этим случаем, встречей с вами, дорогие друзья, для того, чтобы обратиться к руководителям регионов. Ну, времена непростые, хотя не помню, когда они были простые. Всегда денег не хватает в бюджете. И самое простое, что делают обычно, это подрезают социальные расходы, в том числе на спорт. Вот хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации, чтобы уделяли больше внимания спорту, помогали спортсменам. Причём речь идёт не только о паралимпийцах, об инвалидном спорте, речь идёт о спорте вообще, и надеюсь, что так оно и будет. Команда ваша добилась, наша, добилась абсолютного лидерства в общем медальном зачёте. Завоевали 123 золотые, 105 серебряных и 96 бронзовых наград. Под эгидой Международной Федерации Айваз объединились не только признанные, титулованные мастера, но и начинающие атлеты. В ходе игр они смогли заявить о себе, занять достойные места в спортивных рейтингах, и многие эту возможность, конечно, самым эффективным образом использовали. Я особо хочу поздравить тех, кто впервые выступал. На состязании в Сочи российские спортсмены продемонстрировали отличные результаты и высокую степень готовности к новым стартам. Знаю, что специалисты рассматривают Всемирные игры Айваз как важный этап подготовки к паралимпийским играм в 2016 году в Рио-де-Жанейро. И ваше успешное выступление здесь, в Сочи, на сочинских площадках, создаст, конечно, уже создало хороший задел для достойного старта в Рио. Вы подарили и болельщикам, и гостям на трибунах незабываемую радость победы. И, конечно, вновь доказали, что возможности человека поистине безграничны. А упорство, воля делают действительно чудеса. Уверен, Ваш пример и дальше будет вдохновлять очень многих людей, побуждать идти вперёд. Не случайно паралимпийский спорт в последние годы так стремительно развивается, задаёт небывалые высоты и стандарты, вводит новые дисциплины и поражает своими достижениями. Огромный рывок он сделал в нашей стране. Достаточно вспомнить прошлогодний триумф, я уже об этом говорил, на зимних паралимпийских играх. Однако удержать спортивное лидерство, дорогие друзья, вы знаете, это не хуже, а лучше, чем я. Удержать спортивное лидерство, стоя на месте, невозможно. Нужно постоянно двигаться дальше. Теперь у нас есть для этого все условия. И передовая спортивная инфраструктура, современные оборудования, технические средства, возможности для полноценной подготовки спортсменов. И есть Сочи – одна из признанных всемирных спортивных столиц. Уважаемые друзья, ещё раз поздравляю вас с отличным, просто замечательным выступлением на всемирных играх Айваз. Благодарю за проделанную работу и достигнутый результат. Прошу передать мои самые тёплые, искренние слова и поздравления всем вашим коллегам по командам. И, конечно, особые слова благодарности и признательности тренерам, наставникам, врачам, специалистам российской сборной, всем, кто помогает и поддерживает наших спортсменов. Хочу ещё раз вас поздравить и надеюсь на то, что вы на этом не остановитесь, покажете блестящее выступление и в Рио-де-Жанейро. Спасибо вам большое. Поздравляю. Спасибо.